Начинаем. Итак, предлагаю вашего внимания, господа, вебинар, посвященный теме управления корпоративным центром обработки данных. Меня зовут Соколов Михаил Юрьевич. Соответственно, я являюсь штатным преподавателем центра специалист, также являюсь действующим администратором, IT-экспертом, инженером и, кроме того, что преподаю, также занимаюсь внедрением проектов по преподаваемым направлениям, ибо, как я считаю, преподавать то, с чем мало имеешь дело, наверное, не совсем правильно и неинтересно. Ну, собственно, основная специализация преподавания в центре, в общем-то, основной род деятельности – это операционная система, это ключевые сервисы и приложения IT-инфраструктуры, соответственно, облачные технологии, которые ныне актуальны, и почему они актуальны, по каким факторам, что, в общем-то, привело к их распространению, и почему именно к этой технологии идет тенденция, мы с вами как раз обсудим в рамках этого вебинара. Тема нашего сегодняшнего вебинара, собственно, посвящена двум, наверное, аспектам. Поэтому предлагаю начать с обзора глобальной проблематики, собственно, что из себя представляет центр обработки данных, зачем они нужны, как они организуются и, в общем-то, как это на самом деле выглядит, на что это все похоже. И каким образом понятия центра обработки данных соотносятся с понятиями виртуальные, центр обработки данных, да, и с понятиями виртуализации. Ну, а также зачастую бывают путаницы в понятиях ЦОД, виртуальный ЦОД, виртуализация, облачные вычисления. И как раз тема нашего с вами вебинара посвящена задача упорядочить понимание всех этих терминов и структурировать все это в единую целостную картину. То есть задача, чтобы у вас по всем этим озвученным технологиям и терминам сложилась какая-то единая картина. Ну, собственно, зачем все это нужно? Зачем у нас, собственно, используется виртуализация? Будет рассмотрено, какие стратегии существуют во виртуализации? В основном это, конечно же, серверная виртуализация и как она укладывается в концепции обеспечения отказоустойчивости сервисов и организации непрерывности бизнес-процессов. Ну, кстати говоря, отказоустойчивость и обеспечение непрерывности бизнес-процессов, она выходит за рамки, собственно, виртуализации. И обеспечивается не только и не столько виртуализацией, сколько еще и целым набором компонентов, входящих в состав инфраструктуры. Инфраструктура, которая обеспечивает и поддерживает, собственно, то, что мы привыкли понимать от виртуализации. Ну, и сегодня мы с вами посмотрим для начала общий план, обзор решений по реализации центров обработки данных, какие они бывают и какими идеями обычно руководствуются, ну, на самом деле, не мы, а организации для того, чтобы реализовать у себя на площадке или же взять в аренду центр обработки для хранения своих данных обработки, своих данных предоставления сервисов, ну и так далее, для чего еще эта инфраструктура существует. Какие соображения, в первую очередь, увлекаются в рассмотрение при выборе модели построения или организации центра обработки данных? Ну, во-первых, инфраструктурные требования. В первом приближении можем ли мы свои ресурсы предоставить и задействовать для обеспечения необходимой инфраструктуры, или же у нас необходимых капитальных вложений нету, и мы вынуждены искать что-то более подходящее для данной сложившейся ситуации, ну, например, брать вычислительные мощности в аренду. После того, как мы определились с решением, будет ли это собственные ресурсы, будут ли это арендованы ресурсы, опять же, мы задумываемся о виртуализации для начала ключевых сервисов инфраструктуры и, в конечном итоге, целиком всей нашей инфраструктуры вычислительной, которая, как известно, делится на две составляющие. То есть инфраструктуру обычно принято рассматривать с точки зрения, во-первых, самих сервисов, которые ее поддерживают, вычислительные мощности, организуют, предоставляют хостинг для приложений. И, кроме айтишной инфраструктуры традиционной, ради чего она организуется, ради того, чтобы поддерживать программный комплекс организации. Административно-программный комплекс, как правило, это различные бизнес-приложения, которые нужны для решения типовых задач конечных пользователей организации. Собственно, тенденция идет в современной мере к тому, что эти приложения организовывать и предоставлять по мере необходимости, с необходимой поддержкой масштабирования, по мере надобности пользователей, вне зависимости, где эти пользователи находятся, в офисе организации или за его пределами. Кроме того, важно запланировать повышенную доступность для ключевых сервисов, ну и очевидной инфраструктуры, которая будет поддерживать доставление этих самых ключевых сервисов, от аппаратной до программной, в конечном итоге до самих приложений. Ну и, собственно, исходя из всего вышеперечисленного, то, что, в общем-то, подходит для реализации в конкретной ситуации конкретной организации, мы можем определиться с моделями предоставления сервисов. То есть за основу берется решение по реализации центра обработки данных, в конечном итоге это решение служит для предоставления сервисов. И вот здесь, как предоставлять эти сервисы, способы организации предоставления сервисов и приложений конечным заказчикам, конечным пользователям, тоже имеют различные способы, различные модели. И в финале мы рассмотрим средства для организации этих способов представления и сами способы представления. Как правило, это могут быть облачные сервисы, это могут быть ныне модные тенденции к контейнеризации приложения. Тоже пару слов по этому новому веянию скажу. В общем, зачем все это планировалось? На самом деле сподвигло меня на создание этого вебинара выяснение того факта, что далеко не все айтишники, я имею целостное представление о том, что из себя представляет комплексная IT-инфраструктура предприятия, что из себя представляют такие понятия, как опять же виртуальный центр обработки данных, как это соотносится с понятием облачных сервисов, облачных вычислений. И, в общем-то, зачастую я сталкиваюсь с ситуацией, когда нет единой целостной картины, когда люди просто не понимают или путают понятие виртуального циода, облака, просто в центре обработки данных виртуализации и различных моделей предоставления сервисов. Аж с вами задача разобраться. Начнем мы с основ. Любая виртуализация без подкрепления аппаратной частью, очевидно, не будет реализована, не сможет быть реализована. Поэтому первое, что мы с вами должны рассмотреть, это существующее решение по реализации аппаратных мощностей с учетом вышеупомянутых требований. В первую очередь это отказоустойчивость и, соответственно, повышенная доступность. Повышенная доступность, как известно, определяется в соглашении об уровне обслуживания, так называемый Service Level Agreement, и выражается в процентном отношении, как правило, за период времени. Как правило, это может быть годовой период обслуживания. Например, микрософтские облачные сервисы имеют заявленный уровень обслуживания 99, если не изменять, по крайней мере, с половиной процентов. Это 99,5% времени в год гарантирована доступность сервиса. Остальные проценты могут представлять запланированные или не запланированные простоя по тем или иным причинам. Простой обусловленный либо поддержкой решения или планового обслуживания, либо обеспечением файловера, обхода сбоя, восстановлением нормальной деятельности IT-сервисов после сбоя на резервном центре обработки данных или на резервной площадке. Собственно, по решениям реализации СОД, у вас есть три варианта, как его реализовать. Это наличие собственного центра обработки данных, альтернативный вариант – это взятие в аренду арендованной центра обработки данных и, конечно же, возможные гибридные решения, которые позволяют либо адаптировать, осуществить плавный переход к собственному резервному центру обработки данных или к собственному первичному центру обработки данных в зависимости от ситуации, не прибегая к изначальным достаточно массированным капиталовложениям. Ну и по мере того, как, в общем-то, будет развиваться бизнес, если он будет развиваться и если время покажет рентабельность и, соответственно, целесообразность дальнейших вложений в IT-инфраструктуру данного предприятия, то мы можем переползти с арендованных мощностей на свои собственные, то есть заработать деньги, купить, нанять специалистов, ну и так далее. То есть такое промежуточное решение. Но иногда, на самом деле, ближе к реальной жизни, ближе к реальной практике, в частности, к моей практике – это возможность сэкономить на реализации резервного центра обработки данных, рассматривая как временное пристанище, временное размещение данных и предоставление сервисов со стороны арендованных мощностей. Ну, например, это могут быть облачные площадки. Собственно, это вот. Ну, на самом деле, прошли те времена, когда достаточно крупные организации для организации своего электронного документа оборота, для организации автоматизации своих бизнес-процессов имели где-то там на коленке собранные местными умельцами, администраторами сервер, размещенный в прокурорной серверной комнате. Сейчас, на самом деле, уже не сейчас, а где-то, наверное, с середины 2000-х годов наметилась тенденция к реализации в том или ином приближении средств обработки данных, напоминающих центры обработки данных, которые в конечном итоге, собственно говоря, вылились во создание рядом крупных организаций и поддержкой собственных центров. Выгоды от использования СОД, они, как показ, практика вполне очевидная. СОД существенно позволяет повысить уровень управляемости предприятия, в первую очередь, позволяет достаточно на высоком уровне осуществлять IT-поддержку бизнес-процессов и проводить мониторинг состояния этих самых процессов, ну и адаптивно реагировать на меняющуюся ситуацию, временную ситуацию, ситуацию с развитием своих собственных бизнес-процессов и так далее. То есть решается, каким образом. Если у вас продуманное решение, то всегда можно докупить мощности, доустановить, расширить возможность обслуживания и так далее. У собственного центра обработки данных есть как плюсы, так и минусы. Основные ключевые факторы я указал на слайде. Ну, во-первых, типовые такие минусы. Это капитальные затраты. Как показывает практика, порядка 30, а то и более, процентов бюджета уходит только на построение самого центра обработки данных. Но на этом, как показывает, опять же, практика ведущих трудостроителей, затраты не заканчиваются. Остальной процент бюджета уходит на поддержку решения. На самом деле, когда вы планируете решение, это не значит, чтобы купили какой-то набор оборудования, собрали из этого оборудования что-то, купили лицензию на программное обеспечение для автоматизации ваших бизнес-процессов, установили это программное обеспечение, в конце концов, наняли штат специалистов, которые все это сделают и будут это обслуживать. Это только часть всех приключений. На самом деле, на самом деле, ваша айтишная инфраструктура будет поддерживаться целым комплексом инженерных составляющих. Инженерная инфраструктура. Это энергоснабжение, в первую очередь, вентиляция, которая способна достаточно большие затраты привнести в изложительный бюджет предприятия. Очевидно, чем больше у вас мощностей будет, тем, соответственно, больше будут затраты на их обслуживание, на то же самое энергоснабжение и на ту же самую вентиляцию. К тому же, в классическом варианте, если рассматривать СОД как, скажем, набор стерванных стоек в выделенном помещении или даже в выделенном здании, все зависит от масштаба бизнеса и от потребности организации в автоматизации, в мощностях, необходимых для автоматизации их бизнес-процессов. В классическом варианте имело место быть привязкой к территориальному расположению. Обычно там, где сосредоточены, основные активные участники бизнес-процесса в традиционных схемах, там располагалось оборудование. Но, слава богу, давно уже произошла тенденция поворота от этой ситуации. На самом деле, организация центра обработки данных начинается с чего? Начинается с создания инженерной инфраструктуры и сетевой инфраструктуры. То есть, сначала организуются все необходимые составляющие для того, чтобы разместить мощности и обрабатываемые на них данные и предоставить к ним быстрые, надежные коммуникации. То есть, после того, как поработала бригада рабочих и инженеров, энергетиков и вентиляционщиков, приходит бригада сетевых инженеров и они формируют сеть. Собственно, к чему это все было сказано? К тому, что теперь все равно, где у нас будет находиться само оборудование. Начиная с сервенной фермы, кончая чем-то более мощным. Да хоть здание, выделенное под центр обработки данных. Соответственно, мы можем более удобно, более уместно с точки зрения и капиталовложения, и совокупной стоимости владения, и разных других, в частности, экономических и природных климатических факторов, более выгодное для себя расположение оборудования выбирать. Дальше, собственно говоря, нам необходимо будет обеспечить из локации соответствующих офисам предприятия быстрые, надежные каналы подключения к этому оборудованию. С этой точки зрения мы очень близки к понятию публичных облаков. С той лишь разницей, что когда мы реализуем все это собственными силами, имеем фактически приватное, частное облако, то есть та же концепция, вплоть до моделей предоставления сервисов, что и принято в классических облаках, только контролируемая командой конкретного, IT-штатной конкретной организации. Ну и, соответственно, отсюда вытекают плюсы, очевидный плюс, за которые вы платили этими повышенными капитальными затратами. Это, во-первых, полный контроль обрабатываемых данных. В ряде случаев вы не можете по тем или иным причинам, по требованиям безопасности, по требованиям нормативных актов или законов той местности, в которой вы находитесь, в которой вы делаете свой бизнес, вы не можете размещать данные где-то за пределами сферы своего контроля. Здесь вы имеете приватный набор средств, ограниченные ваши приватные территории, охраняемые вашими средствами, и полностью контролируете доступ к данным и отвечаете за них. Ну и, как показывает практика, если рассматривать долгосрочные перспективы обеспечения автоматизации бизнес-процессов организации, то, собственно, это имеет тенденцию к достаточно быстрой окупаемости. Опять же, как показывает многочисленная практика в течение нескольких лет, и в долгосрочной перспективе расходы на содержание снижаются против арендованного центра обработки данных. В случае арендованных мощностей с вас занимается фиксированная плата, вне зависимости от длительности использования, то есть скидки вам, скорее всего, какое-то делать не будут. И со временем набегает стоимость эквивалентная той, на которую вы могли бы построить свой собственный центр обработки данных. Стоит лишь разница, что у многих организаций на момент начального построения IT-инфраструктуры попросту нету средств им бы в бизнес инвестиции сделать, а тут еще и вкладываться в цоды. Поэтому рано или поздно в жизни, в жизненном цикле любого предприятия наступает тот переломный момент, когда начинают задумываться, а не приобрести ли нам собственно собственный центр обработки данных, и не будет ли это выгоднее. Ну, а здесь нужен командный подход, то есть нужно совместно со всеми заинтересованными представителями бизнес-процессов рассчитывать, проводить анализ, насколько это рентабельно, как быстро это окупится, и окупится ли вообще. Альтернатива. Альтернатива – это распиаренный соответственно провайдерами подход к арендованным, к аренде мощностей. На самом деле все новое, хорошо забытое, старое. Раньше существовали также хостеры, также провайдеры сдавали в оборудование от одного сервера до целых серверных стоек. Пожалуйста, вам выделяли адреса, вам выделяли удаленный контроль, вы могли делать там за свои деньги в рамках оплаты все, что угодно. Могли даже размещать свои, свое оборудование. Многие провайдеры по сей день предоставляют такие услуги. Ну и здесь опять же у нас во-первых есть некая привязка к провайдеру и мы зависим от в частности его финансового благополучия пока жив провайдер, пока ему интересно с нами работать. Соответственно пока не поменяли законы, если это не локальный провайдер, скорее всего нам ничего угрожать не будет. Опять же, если уровни доступа к данным позволяют их выкладывать где-то за пределами своего контроля. Преимуществу давайте начнем с приятного. У арендованного цода собственно говоря перспективой использования арендованного цода является тот факт, что отсутствуют изначальные крупные капитальные затраты. Дело в том, что за вас уже все построили, всю инфраструктуру благополучно сформировали, апробировали, скорее всего какой-то рейтинг у провайдера уже сформировался в плане обеспечения отказа устойчивости и непрерывности доступа к своим сервисам. Все свои затраты такой хостер отбивает за счет аренды, сдачи в аренду своих мощностей. Другой важный плюс, характерный для традиционного подхода к пониманию цодов как программно-аппаратных комплексов, в первую очередь аппаратных территориально привязанных к какому-то зданию или местоположению здания. Отсутствуют привязки к географическому положению, то есть хостер может быть где-то через KVM-свитчи или через организацию удаленного доступа другими средствами предоставляют доступ к серверам, если что-то с серверами случается, есть локальный штат, который приводит чувство, реанимирует это оборудование, перегружает и восстанавливает вам доступ, а все остальное ваши айтишники могут удаленно благополучно делать. Вспомните, как часто вы посещаете свою серверную комнату. Если у вас нормальное оборудование, скорее всего, не часто вы туда будете ходить, там же холодно, зачем? Та же самая абстракция возникает в случае, если вы эту серверную комнату или ее аналогию снимаете у провайдера. В случае смены расположения офиса или расширения приобретения новых офисов в связи с расширением бизнес-организации достаточно, лишь перенастроить канал подключения. Скажем так, на первый план выходят вопросы планирования размещения офисов именно с точки зрения наличия нормальных провайдеров с нормальными устойчивыми и высокопроизводительными подключениями до вашего центра обработки данных, в частности арендованного. минусы. Но без ложки дегтя естественно не обойдется, ведь почему-то с одной стороны так агрессивно нам предлагают различные облачные инфраструктуры, различные хостинговые предложения, все это пиарится. Тем не менее, без ложки дегтя не обойдется, существуют риски. Риски несанкционированного доступа к данным, риски утечки данных, поскольку данные отправляются куда-то и вы в большинстве случаев даже понятия не имеете, где эти данные с момента размещения у хостера территориально находятся. Ну и, как я уже говорил, в долгосрочной перспективе, поскольку с вас будет взиматься пропорционально используемым ресурсам плата за них, в долгосрочной перспективе такое решение может перекрыть стоимость вложений в организацию своего отсода. Но, как я уже говорил, то есть, организация отсода это в любом, при любом раскладе это ни разу какая-то акция, купили оборудование и забыли про него, Я даже не говорю о ситуации, что оборудование, как правило, планируется запасом порочности лет на 5 с учетом тенденции к задействованию мощностей для обработки данных, то есть, объем обрабатываемых данных растут, потребности и желания заказчиков и конечных потребителей растут, поэтому оборудование устаревает и, естественно, на его место приходят более новые производительные. Даже не в этом. Опять же, это стоимость инфраструктуры, это стоимость тех же самых телекоммуникационных каналов. Никто бесплатно вам телекоммуникационный канал, особенно высокопроизводительный, для доступа ваших сотрудников к серверам в ЦОДе не даст. Это, опять же, стоимость эксплуатации линии энергопитания, энергопотребления, это стоимость вентиляции и теплоотвода, кондиционирования. Все это известно как совокупная стоимость владения. Естественно, персонал, который все это должен поддерживать. Никто его не отменял. Просто вы либо делаете это все своими средствами, либо поручаете это за фиксированную плату провайдера. Здесь нужно, как я уже говорю, считать. Но не все так на самом деле мрачно. На самом деле существуют новые возможности, поскольку техника не стоит на месте. с одной стороны, как я начал этот вебинар, с того, что буквально лет 15-20 назад даже достаточно крупные организации, но у меня был опыт работы в целом ряде организации и опыт реализации проектов и на момент оценки существующей среды перед внедрением проектом, что мы имели. Мы имели, как я уже говорил, какой-то раздолбанный сервер или несколько серверов, на которых крутились системы автоматизации бизнес-процесса в организации. Соответственно, этот период не был зарей развития IT-технологий. Если еще мотать лет 10 назад, до этого были популярны не персональные компьютеры и серверы, которые на базе этих концепций, были созданы и которыми владела каждая конкретная организация, были мейтфреймы и были опять же центры обработки данных, которые поддерживали опять же концепцию централизации обрабатываемых данных, то есть данные куда-то там приносились на мейтфреймах, они обрабатывались в силу громадной стоимости этого оборудования, опять же существовали целые институты, которые поддерживали чуть ли не городки с этими мейтфреймами, которые обслуживали терминальный доступ различных пользователей. Казалось бы, мы опять к этому возвращаемся, да, но возвращаемся только на новом витке спирали развития, эволюции. С одной стороны, как я уже сказал, SWOT позволяет реализовать нам консолидацию всех наших ресурсов и за счет этого обеспечить эффективный мониторинг, эффективное администрирование бизнес-процессов и предоставление их куда угодно, лишь бы был канал. С другой стороны, у нас, опять же, сожжительные технологии мощности становятся выше, оборудование становится все более компактным. Эта тенденция позволила реализовать новые возможности, а именно мини-цоды. мини-цоды это центр обработки данных, который представляет собой комплексное решение, характерное для традиционных центров обработки данных. Только все это собрано в контейнере или в небольшом, относительно небольшом шкафу, серверном шкафу. То есть, все интегрировано. Пример таких решений от, кстати, отечественного производителя на слайде показан, когда у нас интегрировано в серверной стойке, в серверном шкафу и система кондиционирования и система пожаротушения, газовая система пожаротушения. Все это заизолировано, чтобы предотвратить утечку газа за пределы корпуса этого серверного шкафа. Реализована вентиляция и теплоотвод. реализовано резервирование и системы энергопотребления, и системы кондиционирования. То есть, часть инженерной инфраструктуры, она уже интегрирована в специализированные шасси, специализированные шкафы, в которых находится оборудование. Форм-факторы могут иметь различный размах и различное представление от стандартных контейнеров, пригодных для перевозки как железнодорожных, так и автотранспортом, да, более компактных мини-решений, вроде того, что представлено на слайде. Инфраструктурные требования. Что необходимо оценить, прежде чем принимать какие-то решения, будем ли мы свой огород городить или воспользуемся уже существующей грядкой. Первое, что мы с вами должны оценить, это требования к площадке. Ну, в первую очередь, это актуально, естественно, если мы в том или ином виде свое собственное решение, что называется, на своей площадке реализуем. Первое, что мы должны реализовать, это правильно подойти к вопросам выбора помещения. Как правило, главная площадь необходимая для размещения серверных мощностей и для реализации нормального теплоотвода, нормальной вентиляции. Ну, и, собственно говоря, необходимая инфраструктура вокруг здания. Как правило, при выборе здания мы должны снизить риски вероятности затопления, пожара, влияния различного оборудования, характеризующего электромагнитными наводками или высокочастотными излучениями и так далее. Еще один маленький нюанс. Нельзя рассматривать подвальные помещения по причине риска, например, затопления. В принципе, будет ли отдельное здание выделено под сот или какое-то помещение в существующем офисном здании зависит, опять же, от потребностей и масштаба бизнеса организации. Здесь нет каких-то унифицированных решений. Особенно с учетом тенденции компактности оборудования, при этом с возрастанием его мощностей. Если мы реализуем, скажем, на территории своего офисного здания размещение необходимой техники, необходимого оборудования, нужно, опять же, учитывать, что нам потребуется не одно, а несколько помещений. Но самое главное помещение это сам машинный зал и вспомогательное помещение, в котором будет размещаться инженерное оборудование, дополнительное помещение для ввода кабеля, для ввода систем, обслуживание, вентиляции, телекоммуникации, кондиционирование, пожаротушение, ну и так далее. А также предусматривать помещение для персонала, который будет все это дело обслуживать. В принципе, также можно запланировать помещение под складские нужды, где будут храниться узлы для горячей замены в случае выхода из строя и куда будет поставляться оборудование по мере необходимости для модернизации существующих мощностей. И второй фактор, куда же без него, это обеспечение безопасности. То есть мы должны начать с опродумывания в первую очередь физического уровня безопасности. Но собственно главное, с чего начинается безопасность, это контроль доступа, то есть не должно быть несанкционированного проникновения. То есть все должно контролироваться, должны стоять пропускные системы, должны стоять системы видеонаблюдения, должны стоять датчики движения, ну и так далее. Таким образом, организация собственными силами ЦОДа, в общем-то, мероприятие, которое требует сначала создания команды. И команда будет представлена далеко не только айтишниками, айтишники, скажем, инженера из области айти ставят задачу, предъявляют требования, которые необходимы для размещения программного обеспечения, и соответственно эти требования влияют на подбор оборудования, и соответственно они определяют требования для размещения аппаратных мощностей. Все остальное для них создают другие инженеры, как правило энергетики, тепловентиляционщики, ну и так далее. Отсюда вытекает простая идея, если у вас организация, скажем, имеет в своем штате на балансе таких специалистов, то ей вполне потило создать инфраструктуру ЦОДа своими руками, своими средствами. Если нет, то дешевле и больше, и дешевле и быстрее и без рисков соответственно будет воспользоваться услугами организации, которые занимаются реализацией развертыванием ЦОДов. То есть в данном случае доверяться профессионалам будет гораздо выгоднее, гораздо удобнее. По крайней мере вы не наломаете дров и не не столкнуетесь с ситуациями, которые повлекут дополнительные затраты если вы что-то где-то неправильно сделали на переделку. Грубо говоря, если у вас организация занимается поставкой электроэнергии, допустим, если вы работаете где-нибудь на электростанции, скорее всего у подобных предприятий, которые завязаны на энергетике, есть свой персонал, который реализует подобные инженерные конструкции, соответственно, уже для собственных нужд тоже вполне способны справиться и реализовать. Или как минимум они имеют накатанные связи с нормальными, хорошо себя зарекомендовавшимися подрядчиками, которые все это могут быстро, в короткие сроки и качественно реализовать. Уже потом вступают в игру специалисты из IT-сектора. Условия для обеспечения высокой доступности также должны быть запланированы, ну и, соответственно, отказоустойчивость эти инфраструктуры. Как не крутить, если у вас консолидация будет реализована всего вашего сервенного оборудования в рамках одного помещения или даже одного здания, единой точкой отказа будет, собственно говоря, сама площадка, сам сайт. Но здесь уже речь идет о катастрофе устойчивости, да, и, соответственно, эти решения будут зависеть от масштаба бизнеса, если бизнесу это рентабельно, он может себе это позволить. Общая идея стараться устранить единую точку отказа на любом уровне обработки данных от инженерной инфраструктуры до, собственно, говоря, самих хостов, предоставляющих сервисы и самого программного обеспечения. Но, по сути, если речь вести о центре обработки данных, в классическом понимании это резервирование на аппаратном и программном уровнях. Географическая распределенность. Если у вас выходит из строя, бомба попала, снаряд попал в одно здание с отцом, все сгорело, или произошло стихийное бедствие, землетрясение, все ушло под землю. У вас, чтобы бизнес выжил, а когда он, когда для бизнеса будет это актуально? Если бизнес достаточно большой и характеризуется в силу своей глобальности территориальной распространенности, то есть если у вашей организации есть офис не только в одной локации, но где-то еще. Если организация настолько большая, значит, ей в принципе по силам реализовать и на территории второго офиса резервный, второй цот. Ну, один вариант это свой цот, другой вариант это арендовать где-то мощности на случай непредвиденных обстоятельств форс-мажорных. Но, как правило, это больше характерно для относительно мелких и средних контор. Ну, и географическая распределенность позволяет в любом сценарии реализовать доставку части критичных для выживания бизнеса сервисов куда-то за пределы потенциальной сбойной площадки, на резервную площадку. И в случае необходимости вы можете в короткие сроки привести в боеготовность вашей резервной мощности. Если вам необходимо полный дубликат, полную копию делать, то здесь резонно подумать о создании своего второго резервного центра обработки данных. В принципе, он может быть не только резервным, они могут страховать друг друга, два центра обработки данных, скажем, один сот будет обслуживать в первом приближение локализованных на той же площадке, что и центр обработки пользователей, а второй в другом офисе будет с приоритетом обрабатывать запросы к пользователю соответствующего офиса. Но если один из офисов выходит под землю, то сот выжившего начинает обдуваться за двоих и предоставлять сервисы всем нуждающимся, сотрудникам организации. Если вам для выживания необходимо только наиболее критичные сервисы и наиболее критичные данные делать высокодоступными, а без остальных вывременно можете прикантоваться, это хороший способ задумываться о размещении этих наиболее критичных данных где-то на территории провайдера. В данном случае и большого количества ресурсов вы у него не арендуете, соответственно, у вас фиксирована плата. И, с другой стороны, вы полностью не зависите от него, а рассматриваете это всего лишь как дополнительную подстраховку на случай, что называется, ядерной войны. Кроме всего прочего, как не заморачиваться в плане резервирования на аппаратном уровне, как не заморачивать в плане обеспечения отказоустойчивости на уровне сервисов, допустим, та же самая кластеризация с файловером, все равно необходимо данные от потери защищать. Несмотря на всю отказоустойчивость, у вас может либо целиком полностью все оборудование накрыться по причине катастрофы. Или же даже, если у вас все будет исправно работать, у вас данные могут быть подвергнуты вирусной атаке и золомерной модификации. Соответственно, необходимо будет их откуда-то восстанавливать. Вот для этой цели необходимо запланировать процедуру аварийного восстановления. Ну и, как говорится, не держите все яйца в одной корзине, копия бэкапов должна быть за пределами сайта. Одна копия должна быть под руками, если у вас собственно выйдут из строя только сами данные, а оборудование пострадало, вам далеко бежать не нужно. Взяли на месте и шкафа достали, архив восстановили. Если у вас целиком выгорело все оборудование и, соответственно, в результате, скажем, пожара или затопления здания пострадали и резервные копии, то копии резервных копий в Сочи должны быть доступны с какого-то третьего места положения, и с какого-то другого места положения. Второго, третьего и так далее. Чем критичны данные, тем, скорее всего, больше подстраховок вы будете планировать. Ну и, собственно, все ранее рассмотрено вполне замечательно было бы, если бы, опять же, нет тенденции к стремительному росту нагрузки на вычислительные мощности, возлагаемые развитием бизнес-процессов. То есть, желания заказчиков растут, аппетиты растут, и те объемы данных, которые обрабатывали соды буквально 3-5 лет назад, кажутся просто минимальными. Если нам когда-то речь шла о нескольких гигабайтах данных как какой-то необразимый, невообразимом объеме, и все это рассматривалось в фантастических фильмах, то теперь речь идет даже уже не на терабайт, а на гораздо более труднопроизносимые величины. Вот поэтому адаптация к расширяющимся потребностям бизнеса стала возможной благодаря виртуализации. Почему? Почему, собственно говоря, в конце, наверное, 2009 года наметилась такая овальная тенденция к виртуализации, которая, в общем-то, чуть дальше сервенной виртуализации, я имею в виду, в первую очередь, вывелась в то, что мы знаем как облачные технологии. На самом деле, именно благодаря абстрагированию от оборудования, а именно это нам дает виртуализация, мы можем без переустановки операционных систем, без затрат на установку и, соответственно, жесткую привязку хостовых операционных систем к новому оборудованию устанавливать и настраивать приложение, все это можно теперь прозрачно переносить как виртуально абстрагирование от оборудования, находящееся в своей как бы виртуальной капсуле, и систему, и всю инфраструктуру на этой системе или системах, организованную с одной аппаратной платформы на другую. Именно за счет абстрагирования от оборудования. То есть виртуализация позволяет нам вычленить основные функции, предоставляемые со стороны оборудования и показать их, предоставить эти функции гостевым виртуализованным операционным системам как некое унифицированное виртуализованное оборудование. Таким образом, вот эту прослойку обеспечивают в современной мере гипервизоры, средства виртуализации, которые, с одной стороны, позволяют унифицировать представление аппаратной части для нужд гостевой системы, с другой стороны, позволяют задействовать всю мощь, всю специфику предоставляемую аппаратной частью для обработки данных. Традиционная архитектура и виртуализованная архитектура представлены на слайде. Скажем так, если у вас традиционная архитектура, традиционный ЦОД, у вас есть набор серверов. На сегодняшний день у вас 10 серверов вполне справлялись для того, чтобы на них размещать операционные системы с серверами, выполняющими бизнес-критичные операции. А завтра ваша организация в два раза увеличилась, штат набрался больше, и, соответственно, обращение к серверам со стороны конечных пользователей раза в два увеличилось, и оборудования попросту не хватает. Процессора начинают работать ближе к 100%, сетевые адаптеры не успевают собственно прогонять пакеты туда-сюда. Что делать? Традиционно вы докупали оборудование, тратили, заменяли старое на новое, и здесь начинался урал. Здесь нужно было параллельно установить операционные системы, восстановить нужную конфигурацию нужных бизнес-критичных сервисов на новых системах, протестировать это и плавно-плавно осуществить переход с уже работающей, по принципу ничего работает и ничего не трогает, если все работает, на новую платформу, более мощную, или добавить серверов и затратить кучу ресурсов и времени на развертывание туда системы приложений. От этого нас освобождает виртуализация. Сколько нужно динамически по мере расширения бизнес-процесса операционных систем, виртуальных серверов с приложениями, столько и установили. Не хватает существующих ресурсов. Добавили, докупили оборудование. Нам не нужно ничего туда, кроме гипервизора, ставить. Попросто перетащили часть виртуальных машин, раскидали их по новым оборудованию. Без переустановок, без переконфигурации самой программной части. Очень удобно. Ну и, собственно, другая ситуация, которая помогает виртуализация. Это консолидация серверной инфраструктуры. Как я уже говорил, оборудование совершенствуется, соответственно, оборудование предоставляет все больше и больше мощностей. И большинство традиционных сервисов и приложений, они попросту не способны, им попросту не требуется таких грандиозных мощностей. С другой стороны, они требуют соображения безопасности и соображения потенциальной конфликтности с другими приложениями за счет конкуренции за одни и те же ресурсы или же за какие-то компоненты операционной системы, как-то точки входа в реестр, динамически подключаемые библиотеки и так далее. Требуют изоляции. Традиционно у нас традиционная архитектура изоляции обеспечивалась рамками инсталляции операционной системы на оборудование. Теперь мы изоляцию благополучно делаем средствами операционной системы, но операционную систему в нескольких экземплярах ставим поверх одного экземпляра оборудования. Тем самым мы можем распределить между виртуальными гостевыми операционными системами, виртуализованными, наверное, правильно сказать, достаточно большие, достаточно огромные мощности, предоставляемые аппаратным хостом. поделить. Если не хватает, добавим еще хост, часть виртуалок растащили по этим хостам виртуализации. С одной стороны, хорошо, мы получили более эффективную возможность, более эффективного использования имеющихся ресурсов без ненужного простоя. и, соответственно, если мы, размещая больше сервисов в рамках одного аппаратного узла, не выходим за рамки этого самого аппаратного узла без надобности и соображения той же самой изоляции, то мы экономим и на энергопотреблении, и на вентиляции, и на кондиционировании. Еще один плюс. Но есть обратная сторона медали. Если у вас, опять же, все в рамках одного хоста, вся ваша сервисовая инфраструктура, то вы зависите, то вы опять получаете единую точку отказа, единую точку сбоя. Поэтому, и, в общем-то, это еще один плюс виртуализации. Виртуализация позволяет вам динамически перераспределять виртуализованные ресурсы между аппаратными ресурсами. Соответственно, реализовать отказоустойчивость. Если у вас часть оборудования попросту выходит из строя, вы можете отказоустойчивые решения задействовать, такие как, например, файловерная кластеризация для переноса оборудования, для восстановления, скажем так, работы сервисов и необходимых для них операционных систем на оставшемся в живых оборудовании, на резервном оборудовании. Таким образом, применение средств виртуализации повышает экономическую эффективность центра обработки данных за счет указанных факторов, используя меньшего количества серверов под те же самые задачи. Чем достигается? Тем, что мы изоляцию решаем не на уровне экземпляра установки операционных систем на аппаратный узел, а тем, что мы можем несколько экземпляров операционных систем, обеспечивающих изоляцию работающим у них программным продуктом, реализовать за счет виртуализации в рамках одного и того же аппаратного хоста. Соответственно, снижение стоимости лицензии на используемое ПО и снижение нагрузки на инженерную инфраструктуру, электроэнергию, кондиционирование, что уже было оговорено. Кстати, по снижению стоимости лицензии на используемое ПО программное обеспечение здесь еще один фактор может приниматься к рассмотрению. Опять же, нужно считать экономическую целесообразность. В ряде случаев может быть выгоднее брать в аренду используемое программное обеспечение, скажем, облачные сервисы. Вы платите за то, сколько мощностей, сопряженных с этими сервисами, вы выработали. При этом вам нет необходимости покупать для хостинга этих сервисов оборудование, тратиться на содержание специалистов, которые будут эти программно-аппаратные средства поддерживать, грубо говоря, администраторов. И, соответственно, не нужно покупать само программное обеспечение и покупать лицензию на него. Это, скорее, частный случай. Таким образом, рассмотрев возможности аппаратной составляющей и тех преимуществ, которые приносит виртуализация, мы подошли к понятию виртуальницы. Что это такое? Собственно, виртуализация позволяет нам реализовать разделение логического и физического представления ресурсов в совершенно прозрачном для конечного пользования и для приложения образом. Может быть, примена ко всем видам ресурсов Coder. Мы можем виртуализовать и вычислительные мощности, например, виртуальные машины, гостевая операционная система, и коммуникационные средства, пример, виртуализация сети. Имеем одну физическую сеть, а, соответственно, на этой физической сети должны распространяться, располагаться серверы, принадлежащие не только одной организации, которая владеет этой сетью, организацией хостера, но и часть ресурсов сдаваться в аренду каким-то либо другим организациям в сценариях аутсорса, либо бизнес-подразделениям организации. В принципе, инфраструктура, как я уже глачу, я начал, айтишная, она бьется на две части. Это, собственно говоря, серверная инфраструктура, то есть это сетевые коммуникации, это сервисы, которые производят управление сетью, это DNS, DHCP, это сервисы авторизации, такие как контролеры, домены, Active Directory, это сервисы для централизованного администрирования, то есть все, что нужно системным администраторам для комфортного и эффективного администрирования. Но сами по себе эти сервисы, они ничего, конечно, пользователю не дают. Пользователь платит деньги, конечно, ну и пользователь нуждается, организация платит деньги, правильно сказать, айтишникам именно за предоставляемые сервисы. Поэтому кроме средств обеспечения функциональности самой айтишной инфраструктуры, вам необходимо то, ради чего эта инфраструктура создается, сами приложения, бизнес-приложения, CRM, система обеспечения электронного документа оборота и так далее. Таким образом, вы можете в рамках одной сети реализовать различными способами степени изоляции. Это могут быть виртуальные локальные сети Вилана, но Вилана имеет ограничения на 4096 узлов сети Виланой. И если нужно что-то большее или более гибкое в плане перемещения между цодами, например, виртуализированных систем, вам необходимо виртуализировать не саму виртуальную машину, иначе при переезде с одного цода на резервный вам необходимо будет перенастраивать и адреса, потому что она попадает из одной физической сети с одной адресации в другую физическую сеть с другой адресации. Единая адресация быть не может, потому что проблемы с маршрутизацией будут. Поэтому возникнет ситуация с необходимостью при настройки адресов на виртуальной машине, что, в общем-то, может повредить за собой простой. Вот от этого мы можем абстрагироваться дальше, виртуализовав саму сеть. И для этого существуют средства сетевой виртуализации, например, тот же самый NWGRE протокол, Network Virtualization Generic Routing Encapsulation. Когда у вас создаются виртуальные сети поверх провайдеровской сети, то есть здесь сразу вводится термин провайдеровское адресное пространство по Е и кастомерское адресное пространство заказчика. Сеть заказчика может иметь пересекающийся как с провайдером, так и с другими заказчиками адресное пространство, но поскольку оно изолировано в рамках своей виртуализации, конфликта непосредственного перекрытия этих областей не возникает, потому что прямых коммуникаций между сетями нет. Они идут через посреди туннелирование. У каждой сети арендатора или заказчика существует идентификатор, чтобы не ошибиться в какую сеть пакет доставлять или из какой куда мошетизировать. Соответственно есть адрес виртуальной машины виртуального сетевого адаптера в рамках общей схемы адресации виртуальной сети. И каждый адрес виртуальной машины каждой сети заказчика с добавлением идентификатора самой сети заказчика будет инкапсулироваться в пакет, в котором, в качестве заголовка будет добавляться адрес из сети провайдера. И, собственно говоря, маршрутизироваться она будет пакет из сети заказчика куда-то за пределы этой сети через туннель. Фактически мы используем маппирование адреса из сети заказчика виртуальной машины на адрес из реальной сети провайдера, что позволяет нам гибко перемещать целиком не одну, даже не одну, две виртуальные машины, а целиком всю сеть заказчика с одного циода физического на другой циод в случае сценариев аварийного восстановления, например. Что еще нам необходимо? Системы хранения данных тоже позволяют абстрагироваться от оборудования и тем самым достаточную гибкость реализовать для размещения тех же самых данных виртуальных машин и обрабатываемых ими данных. То есть система хранения можно опять же подключать за счет виртуализации к хостам виртуализации, которые будут предоставлять и делать видимыми эти ресурсы со стороны виртуализированных операционных систем. Ну и возможность оптимизировать функционирование, максимальная утилизация имеющихся ресурсов, увеличение уровня доступности путем выделения резервных мощностей. То есть мы можем динамически добавлять ресурсы по мере необходимости аппаратные без надобности переустановки операционных систем и приложений. Это я уже говорил. Особенности виртуального цода. Снедрение виртуализации понятия аппаратная платформа. У нас плавно подменяется понятием логическая платформа. То есть подразумевается набор логических ресурсов. То есть мы теперь говорим о пуле динамически изменяющихся ресурсов, необходимых для работы приложений. Виртуальный цод позволяет перейти к модели взаимодействия бизнеса с IT инфраструктурой на основе стандартизации подоставляемых сервисов. То есть по сути мы подходим к облачным стратегиям, к облачным концепциям подоставления сервисов. Ибо конечному потребителю все равно, как вы физически реализовали, на каких площадках, на скольких площадках этот сервис. Ему важно в той локации, где он сейчас находится и хочет работать, получить доступ к этому сервису. Это может быть мобильный пользователь, это может быть домашний пользователь, это может быть офисный пользователь. Именно вот этим нас заманивают поставщики облачных решений. Ну, а я напомню, что облачное решение, оно может быть как публичное, так и приватное. И облачное, как понятие облака, вообще говоря, соотносится с понятием виртуального цода. Если виртуальный цод, это чистая вода виртуализации, которая позволяет перемещать ресурсы между различными средствами их обработки, аппаратными платформами, приближающими вам или какому-то провайдеру, не суть важна, то, когда мы говорим об облаках, это модель предоставления сервисов. Проще говоря, у вас один набор виртуализированных ресурсов может быть разделен между несколькими арендаторами. и, собственно говоря, разделен может не как все виртуальные машины, включая то оборудование, те аппаратные мощности, которые мы для них выделили, а именно как сервисы, которые с них предоставляются. То есть, конечно, потребитель платит не за виртуальные машины, как таковые, а за те продукты, которые на них реализованы, с них предоставляются. Задача виртуального циода обеспечить размещение логических платформ, то есть, обеспечить гибкое динамическое выделение физических ресурсов. Идея заключается в чем? Расширился бизнес, пользователей стало больше, тривиально запросов пошло больше, ресурсов нужно больше. У вас были виртуальные машины, предоставляющие сервис, развернутые на двух хостах виртуализации, и, соответственно, заварилась такая нагрузка, все ресурсы, которые способны отдать аппаратные хосты этим виртуальным машинам отдали, диапазон памяти, дисковое пространство, процессорные ядра, все, дальше расти некуда. Соответственно, как быть? Еще виртуальных машин для расширения уровня, нагруженного уровня предоставляемого сервиса, их некуда больше размещать. Докупаем железо и, соответственно, растаскиваем дополнительные вовлеченные в хостинг сервисы виртуальные машины. То есть сервенную ферму, выраженную в виде виртуальных машин, мы с вами дополняем необходимым количеством виртуалок, которые будут принимать большее количество польских подключений, и даем им большее количество ресурсов за счет докупки оборудования, без необходимости переустановки операционных систем. Соответственно, здесь скоро привлекается больше аппаратных ресурсов, опять же, больше накладные расходы на энергоснабжение, на вентиляцию возлагаются. Поэтому, как только у вас заказчика интерес остывает, то есть он свою задачу с помощью ваших мощностей реализовал, большая часть поиска отключились от вашего сервиса, больше вам нет необходимости поддерживать огромное количество виртуалок, под которые выделено огромное количество хостов виртуализации. Веб опуста нетребующие виртуалки. Но если уровень задачи свелся опять к исходному, к двум виртуальным машинам, которые были изначально недостаточно, мы гасим все ненужные виртуальные машины, соответственно, оставшиеся консолидируем на одном-двух хостах виртуализации, остальные гасим и, соответственно, экономим на энергопотреблении и вентиляции. Таким образом, виртуализованный цод это площадка с размещенным на ней оборудованием, на которой информационная и телекоммуникационная инфраструктура на логическом уровне эффективно разделяется либо объединяется для обеспечения необходимого качества предоставления сервиса. Администратор может оперативно реагировать на запросы бизнеса, то есть оперативно выделять для каждого размещаемого приложения нужное количество ресурсов, устанавливать приоритеты с пользой ресурсов между приложениями в считанные минуты. В то время, как в традиционной концепции, когда нужно было все продумывать, анализировать переходы, докупать оборудование, переустанавливать, занимало месяц. Эффективность налицо. Но это как бы верхний план. Как это все реализуется с точки зрения айтишников? Для этого существуют продукты и технологии виртуализации, но традиционно лидером и пионером виртуализации была VMware. Собственно, VMware привнесла концепцию виртуализации, начиная с десктопной виртуализации, когда мы могли на хостовую операционную систему домашнего персонального компьютера, правильно сказать, восстановить гостевую операционную систему, причем отличающую от хостовой, для того, чтобы протестировать, поиграться с ней, познакомиться. Очень удобное подспорье было, кстати говоря, для системных администраторов в свое время. Именно так это все выглядело в начале реализации, где-то это был конец 90-х годов. Достаточно хорошо помню это время. Ну и со временем у VMware, как у любого другого вендора, появляется конкурент, и основным конкурентом, надо сказать, является Microsoft с его Hyper-V. В чем разница? Ну, в общем-то, Microsoft Hyper-V, гипервизор от Microsoft, это штатная роль, которая сама по себе бесплатна. Вы платите за операционную систему, и если вы покупаете полноценную операционную систему, то есть такую, как Windows Server 2012 R2, допустим, Data Center, стандартные суть важных, то, кроме всего прочего, эта операционная система предоставляет целый набор штатных сервисов, таких как веб-служба, служба сетевой инфраструктуры, служба приложения, что угодно, и является хостом для установки серверных приложений, таких как 1S, SQL Server, и так далее. При этом вы платите, собственно говоря, за возможность поддержки необходимого оборудования для реализации ваших бизнес-задач, для конфигурирования этой платформы в виде корпоративного сервера. Однако, вы можете приобрести операционную систему без графического интерфейса, без каких-либо ролей, вообще головы, только с одной ролью HyperVisor, и, соответственно, используя по назначению для виртуализации. Но, как минимум, вам потребуется еще одна машина, с помощью которой вы будете подключаться к гипервизору и что-то там реализовать. В противном случае, вам все PowerShell придется делать. Какая-то хостовая машина должна, чтобы по RDP подключаться и видеть экраны виртуализованных систем, особенно, если у этих систем будут графические интерфейсы. Основное отличие, скажем так, Hyper-V от той же VMware в том, что изначально Hyper-V была заточена под нужды микрософтовских технологий. То есть, если вам необходимо виртуализовывать микрософтовские операционные системы, то это идеальное решение. Но, опять же, следует тенденциям, скажем так, борьбы за рынок. Естественно, поддержка в странах Hyper-V расширяется и расширяется в сторону наиболее востребованных на современном IT-рынке операционных систем, таких как Linux, Unix, реализована поддержка виртуализации за счет соответствующих интеграции соответствующих драйверных прослоек для этих систем. Что, в общем-то, обеспечивает существенную конкуренцию VMware. VMware изначально была адаптирована для размещения или виртуализации различных операционных систем, поскольку сама по себе VMware не заморачивалась с выпуском операционных систем, поэтому основная ставка была на виртуализацию чужих операционных. но наметившаяся в конце 2009, наверное, все-таки года тенденция к облачным технологиям, когда мы абстрагируем все не только от оборудования, как в случае виртуализации, но еще и от хостовых операционных систем, мы абстрагируем сами сервисы от всех подноготной инфраструктуры, то мы получаем чисто облачный подход. Облачные вычисления как раз они с одной стороны, с нижней стороны, это абстрагирование от оборудования за счет того, что мы работаем уже не с хостами виртуализации, как таковыми, а с наборами ресурсов, которые эти хосты предоставляют. То есть это динамически пульсирующий пул ресурсов, он может как расширяться, так и сужаться. То есть облако это границы допустимых для арендатора ресурсов. Потому что облако это модель, это способ предоставления сервисов конечному потребителю. То есть по сути, по сути, можно сказать так, пользователь видит облако как динамически изменяющиеся границы доступных ему ресурсов, кем-то хостерам этого облака предоставленных. Но с облаком он взаимодействует как с сервисом. Пример, Office 365, если публичные такие раскрученные решения брать. Это софтер как сервис. Как правило, пользователь достаточно какой-то софт получить. Один из, для решения своих узконаправленных задач. Или какой-то сервис вроде почтового сервиса, или веб-портал, неважно. Но с другой стороны, пользователь может желать развернуть свою инфраструктуру, свою виртуальную машину, и что-то там свое кастомное на них воздвигнуть. Это будет инфраструктура как сервис. Но в данном случае мы предоставляем опять же ограниченные облачными границами пулы ресурсов, доступных для выделения, для развертывания арендатора своих виртуальных машин, и пусть он делает на них все, что угодно. То есть по сути, нам предоставляется возможность побросить к часть ресурсов провайдера и на этих ресурсов делать все то, что владелец этого облака для вас реализовал. Ну, например, он может положить квоту на качестве виртуальных машин, которые можете в своей облачной подписке в своем облаке развернуть. Говоря о облачном вычислении, виртуализация в МОВР свою стратегию, свое видение облачных вычислений реализует. То есть, в принципе, из тех соображений, что в МОВР не занимается как таковой разработкой и продажей операционных систем, основная задача, которую они хотят реализовать, это вообще говоря, отход операционных систем. То есть, они хотят предоставлять возможность предоставления приложений в виде так называемых виртуальных апплайенсов. виртуальных средств. Соответственно, переносить их можно как с он-примис площадки со своих серверов в облачное средо, предоставляемое средствами и технологиями от ВМОВР. Изначально, например, это VCR, VCR и подобные решения. Несколько особняков стоит Xen. Xen, в общем-то, был изначально консорсным проектом и заточенным под линуксовые задачи и как виртуализация линуксовых и линуксовых систем подходил. Со временем был приобретен Citrix и интерпрайсная, более функциональная его реализация уже оставляется как коммерческий продукт. Опять же, несколько узконаправленный под виртуализацией больше яйцовых решений. Как это выглядит? На самом деле, резюмируя все вышесказанное, можно нарисовать вот такую картину. В общем-то, это примерно та структура, которая должна срабатываться у вас в головах по результатам всего лучше изложенного. Смотрите, на нижнем уровне у нас всегда лежит оборудование, которое предоставляет нам мощности необходимые. Динамичность предоставления этих мощностей в данном случае характеризуется возможность организации докупать оборудование и предоставлять это оборудование, добавляя его в пул ресурсов, который задействован под виртуализацией, средствами виртуализации. Средства виртуализации те же самые гипервизоры, неважно чего производство, Xen, Hyper-V или VMware, в любом случае это средства виртуализации. Средства виртуализации позволяют вам все доступное оборудование вне зависимости от местоположения представить виртуальный набор ресурсов, виртуализованный набор ресурсов. Не обязательно чисто виртуальные машины, это могут быть виртуальные машины, это может быть виртуальная сеть, которая обеспечивает возможность перемещения всех ваших виртуальных хостов между территориальными локациями, между площадками, главное, чтобы канал позволял. это может быть виртуализированная система хранения данных. Все, что традиционным образом составляет нашу инфраструктуру. А эти инфраструктуры у нас теперь виртуализованы. И, соответственно, эта инфраструктура виртуализованная, соответственно, позволяющая за счет фрагирования к оборудованию эффективно подтягивать дополнительные мощности или же их освобождать для эффективного владения этими ресурсами по мере необходимости требований со стороны примития. Собственно, эта инфраструктура позволяет нам предоставлять что? Ну, собственно говоря, виртуализация позволяет нам виртуализовать и айтичную инфраструктуру как пласт необходимый для поддержания бизнес-приложений. Это, опять же, та же самая виртуализованная сеть, это те же самые виртуальные машины, это те же самые продукты для управления виртуальными машинами, гипервизорами предоставления приложений. То есть, мы можем приложения, которые предоставляют со стороны нашей в шестовом неважно какое, предоставлять как сервис, и в зависимости от условий подписки на этот сервис, предоставлять оплаченные заказчиком или арендатором ресурсы в большей или меньшей степени. В зависимости от его потребностей динамически можем этим параметром играть. Ну и, собственно, модели предоставления сервисов, характерные для облачных вычислений, это тройка связь, связь, когда мы часть инфраструктуры, то есть, позволяем заказчику своей виртуализованной инфраструктуры взять, получить свое управление, как бы, делегируемому часть возможностей, часть ресурсов, да, для развертывания его виртуальных машин, что хочет он там и делает. Это как раз пример ситуации, когда мы не имеем своего локального цода, да, потом мы можем арендовать, но уже арендовать не физически с фиксированным набором компонентов, а виртуальный цод. Соответственно, мы избавляемся от необходимости потом, когда будут средства на организацию своего цода, все это оборудование изымать у провайдера или выкупать, транспортировать его себе, поскольку на него уже установлено и сконфигурировано программное обеспечение, или затеваться с программным обеспечением себя на площадке. Мы можем то, что динамически все это по сети перемещать в виде виртуализованных средств, виртуальных машин, виртуальных сетей и так далее. Если нам необходимо какую-то специфику платформы для разработки данных, например, мы можем использовать концепцию предоставления части ресурсов, описанные в облачной модели с платформы как сервера. С платформы как сервера, зачем нам покупать свою инсталляцию SQL-сервера, чтобы городить свою базу данных для нужных приложений. Мы эти базы данных можем развернуть на SQL-сервере предоставленном хостерах. Или в конечном итоге с там какой-то конкретным приложением нужно, допустим, SharePoint. Чем развлекаться с поддержкой SharePoint мы можем конечное готовое приложение получить как сервис. Причем заметьте, что эта концепция работает не только для публичных облаков вводя Windows серверов. То же самое мы можем организовать для пользователя внутреннего предприятия своими средствами. То есть в этом случае облако будет называться не публичным облаком, а приватным облаком. Опять же для этого вам необходимо будет организовать сначала свой виртуальный ЦОЦ, потом получить виртуализованные ресурсы для того, чтобы динамически выделять часть этих ресурсов под нужные тех иных сервисов, доставку которых обеспечить пользователям по первому же требованию, чтобы не тратить на это месяц реализовать концепцию на уровне управления IT-сервисами, мы можем применить облачные модели предоставления сервисов у себя на предприятии. поэтому здесь смотрите виртуализация говоря по-русски резюмируя все это что называется упрощенно это гипервизор а облако приватное даже облако это концепция которая позволяет задействовать целый ряд инструментов управляющих гипервизорами и теми ресурсами которые гипервизоры предоставляют конечному потребителю то есть как наладить взаимоотношения между выделяемыми динамическими ресурсами и конечным потребителем это облачная модель поэтому виртуализация это гипервизор а облако и управляемость облачными вычислениями это такой продукт как систем центр систем центр в первую очередь virtual machine manager ну и другие компоненты которые позволяют расширить функциональность в плане управления облачными сервисами и ресурсами необходимыми для предоставления этих сервисов но недавно ну как недавно Microsoft недавно вообще говоря в IT-сообществе достаточно давно нарисовалась еще одна тенденция предоставления программного обеспечения так называемая контейнеризация контейнеризация что это такое чем она отличается от виртуализации но виртуализация в классическом понимании это достаточно комплексный процесс абстрагирования от оборудования всех IT-шных ресурсов которые в конечном итоге нужны для поддержки разнообразных комплексов приложений для конечного пользователя или бизнес-процесса предприятия или арендатора не суть важно когда речь идет о конкретном приложении допустим мне нужно у хоста разместить свой веб-сайт или же тестировщику необходимо получить песочницу для тестирования своего приложения или же вам необходимо на апробацию взять и внедрить приложение на пилотный период попробовать так чтобы оно не пересекалось и не вносило диссонанс потенциальной садукционной средой вот для этой цели мы можем приложение изолировать изолировать в рамках операционной системы то есть обычно у нас средством изоляции приложений друг от друга и аппаратура являлась собственно говоря операционная система операционная система это граница безопасности это изоляция которая обеспечивала монопольный доступ воздвигнутых на ней приложений к ее ресурсам таким как DLA включаем реестр и так далее но приложение собственно говоря с точки зрения операционной системы вообще говоря приложение для приложения операционная система нужна как своего рода диспетчер который по мере необходимости будет взаимодействовать с ними выделять требуемые ресурсы налажить взаимодействие приложения с пользователем через соответствующие интерфейсы то есть эти взаимодействия идут не напрямую с оборудованием а через функциональность ядра операционной системы то есть ядро это своего рода интерфейс который позволяет нам запускать и обеспечить функциональность приложений ну и собственно говоря ядро это сосредоточение процессов отвечающих за низковым доступ к оборудованию и процессов связанных с безопасностью поэтому ядро это такая критичная часть системы от которой зависит приложение и в идеале в идеале приложения не должны конкурировать за ресурсы таким образом который может привести к краху всей системы ну и соответственно к приложению таковому поэтому мы можем реализовать концепцию контейнеров в основу которой заложено предоставление частичной виртуализации то есть мы избавляемся от затрат характерных для виртуализации в целом затрат связанных с необходимостью выделения оборудования установки пусть даже виртуальной но гостевой операционной системы есть у нас есть целый набор приложений которые в принципе написаны под одну и ту же операционную систему грубо говоря под одно и то же ядро так зачем каждому приложению ставить свою виртуальную машину когда мы можем в принципе их изолировать в рамках одной операционной системы и обеспечить возможность перемещения портирования с одного экземпляра системы на другую неважно на каком форм-факторе она запущена неважно на каком компьютере поиском или сервером в облаке или же на компьютере у пользователя главное чтобы операционная система предоставляла необходимые приложения возможностей то есть главное чтобы операционная система предоставляла тот API который задействован приложением проще говоря по сути контейнеры позволяют вам расшарить ядро на самом деле несколько уровней контейнеризации предлагает Microsoft ну и если все это дело наблюдать то есть по сути у нас получается матрешка вложенная виртуализация Windows Windows ну а Windows Windows с точки зрения конкретного приложения или набора связанных приложений то есть как правило мы можем установить приложение и необходимые для него ресурсы в изолированной от других приложений среди и эти приложения установленные в контейнерах в облегченной виртуализации будут расшаривать одну часть ядра в этом случае собственно говоря сам по себе гипервизор нам будет не нужен но и здесь строго говоря жесткая изоляция не будет происходить поскольку все-таки приложения расшаривают ядро нет необходимости вставить несколько экземпляров в виртуализованной операционной системы для поддержки каждого отдельно взятого приложения мы можем их установить в одной системе но конкурировать они в общем-то не будут они каждый в своем замкнутом процессном пространстве будут выполняться но ключевые возможности которые предоставляет операционная система в плане коммуникации через ядро будут предоставляться общим ядром соответственно приложения могут быть переносимы только на те экземпляры виртуализованных или невиртуализованных или хостов систем которые имеют ту же самую версию ядра по крайней мере ключевые функции в ядре однако мы можем использовать вложенную виртуализацию с поддержкой Hyper-V в этом случае необходимая часть ядра требуемая для работы приложения будет уже не расшариваться между несколькими контейнерами а будет использоваться виртуализация этой части ядра и доставляться на уровень каждого отдельно взятого контейнера с включенными приложениями то есть каждое приложение будет видеть не всю операционную систему включая те компоненты которым в принципе для работы не нужны а только ту часть ядра которая необходима для его запуска и функционирования не более чем в приложении связанных компонентов таким образом мы можем поддерживать в сценарии разработки гибкий версионинг допустим мы взяли контейнер с предустановленной частью функционала операционной системы windows установили туда приложение допустим серверную роль веб сервер поверх веб сервера поставили свое веб приложение кастомное и сохранили это как другой контейнер то есть у нас один контейнер только с ролью второй контейнер система роль приложения третий контейнер на основе существующего которая включает приложение являющиеся пререквизитами для третьего приложения поставили третье приложение очень удобно можем тестировать сразу несколько версий и можем избавить себя от необходимости при конфигурировании кучи пререквизитов взяв уже готовые контейнеры содержащие все эти пререквизиты и соответственно вся эта концепция на самом деле пришла из опен-сурса я думаю линуксоидом и линуксоидом знаком проект докер докер это опен-сорсный проект и собственно докер и майкрософт включили соглашение и под нужды майкрософт то есть майкрософтской компиляции докер реализовал но понятно что это не унифицированное решение то есть приложение которое установлено в контейнер содержащий часть функционала ядра операционной системы windows естественно не может быть портирован на докер работающий на скажем линуксе потому что ядра разные системы разные а мы виртуализуем часть операционной системы которая нужна написанному под нее под ее ядро приложения по сути ну и собственно есть еще один вариант так называемый nano сервер которые по сути являет собой облегченной сильно урезанную версию еще сильнее чем редакция core операционную систему windows 2016 движок на самом деле ядро windows 10 windows server 2016 в общем в той минимальной версии которая сама по себе работать не будет но будет работать поверх операционной системы с поддержкой контейнеризации поверх системы хозяина являясь как бы своего рода симбионтом и соответственно может включать в себя приложение то есть по сути по сути предоставлять приложение необходимое для их работы компоненты системы и изолировать это в свои замкнутые среди обеспечивая гибкую переносимость без необходимости инсталляции деинсталляции и так далее но где узнать о всем этом побольше что касается контейнеров но пока официальных курсов от microsoft по windows сервер 2016 нету как только будет естественно они появятся в анонсах и на сайте microsoft и у партнеров по обучению таких как наш учебный центр ну а по всем остальным концепциям которые я здесь изложил для того чтобы после того как знаем как архитектура работает реализовать конкретную реализацию конкретное внедрение виртуального центра обработки данных и способа управления предлагаемых предоставляемых приложением например те же самые облачные модели организовать свое приватное облако для своей организации можно в соответствующих курсах по продуктам но традиционно это курсы по систем центр virtual machine менеджеру и связанных с ним компонентов необходимых для построения и управления приватным облаком это обновленная линейка курсов был 10750 насколько я помню курс теперь 20246 20247 это мониторинг и работа в приватном облаке и настройка развертывания приватного облака и курсы по организации собственно говоря серверной инфраструктуры которая также затрагивает вопросы серверной консолидации то о чем я говорил серверной виртуализации и построение корпоративного отслода собственно говоря тема это с этой темы начинается курс 20414 именно в нем рассматриваются вопросы реализации интерпрайсного центра обработки данных ну и еще один курс который лично мне очень понравился почему потому что очень подробно разъясняется а главное практически показывается и на практиках реализуются те понятия которые очень сквозь были рассмотрены я бы сказал упомянута в курсе по работе с приватными облаками 246 и 247 ну и также там где затрагивается VM Virtual Machine Manager для организации облачных вычислений это 20413 и 14 курсы например нигде внятного объяснения понятия виртуализации сети логическим коммутатором логическим сетям и в связи с этим выполнение лабораторных работ и практик носит весьма запутанный характер ну как бы шаблоны действия которые в практике указали сделали повторить то же самое в изменяемшихся условиях уже затруднительно вроде сделали вроде работает да а зачем мы это сделали ну не все понятно вот эти моменты они разъясняются в курсе 10981 предоставление инфраструктуры я бы сказал не с наверное для нужд систем центра Virtual Machine Manager по построению облачных сценариев виртуальных виртуализованных сценариев так что крайне рекомендую вот этот курс лично мне очень понравился но более подробные сведения о курсах в нашем центре читается более тысячи курсов я со своей стороны могу дать обзор макрософтовских курсов но также у нас читаются и курсы по VMware мой коллега Дима Чернов читает очень богатый опыт наработан за последние последние годы он очень интенсивно этим занимается ну естественно у нас есть курсы по Unix Linux решения где соответствующие аспекты виртуализации в частности контейнеризации те же самые Linux контейнеры JL в Afri BSD рассматриваются ну и важный бонус да вы кроме знаний получаете еще и свидетельства главное что доступно свидетельство повышения квалификации голосообразца в общем-то будет полезно тем людям которые в IT пришли скажем с других направлений ну что ж господа на этом будем прощаться было приятно предоставить вам информацию с моей точки зрения надеюсь она была вам полезна хотелось бы чтобы она была полезна опять же если будут вопросы пожалуйста обращайтесь приходите на курсы всегда будем рады ну и лично я всегда рад общению с вами ибо расцениваю скорее не как преподавание как обмен опытом и люблю в формате семинаров проводить те курсы которые читаю то есть мне очень интересно и делиться своим опытом и в общем-то обмениваться опытом с коллегами которые приходят ко мне на курсы поскольку ну в каких-то технологиях у меня больше опыта в каких-то технологиях и в каких-то решениях у коллег больше опыта да кто с кем в большей мере сталкивался поэтому я думаю такое общение всегда будет продуктивным и в общем-то возникающие вопросы они позволяют расти и мне как преподавателю и как действующему инженеру и вам как специалистам в IT области так что всего доброго наилучшие пожелания ждем на курсах всего доброго